Уважаемые депутаты, на самом деле, законопроект уточняет отдельные параметры бюджетного назначения республиканского бюджета на 20-й год. Наталья Михайловна сказала об этом. Это связано с принятием бюджетных обязательств по ратифицированному соглашению о софинансировании расходов на повышение заработной платы работникового органа дополнительных дел и материально-пехнического обеспечения. Это основной басыл внесения изменений в действующий закон. До конца финансового года, текущего, осталось два дня, и у нас есть высокая убежденность в том, что мы с этими обязательствами в текущем году справимся. В отношении резервного фонда я здесь хочу также подчеркнуть о том, что общий объем резервных фондов по стране не меняется. Он перераспределяется между резервным фондом главы государства и резервным фондом кабинета министров. Это обусловлено принятием обязательств по оказанию в том числе и адресной материальной помощи нашим гражданам. Но прежде всего там объемы идут на дополнительное финансирование, связанное с реализацией мер по защите населения от коронавирусной инфекции. В этой связи никаких опасений, никаких ущербных расходов государство не понесет. Ну и там особенность есть еще по результатам контрольного мероприятия. Были применены меры вынуждения. Были сокрушения лимитов бюджетных обязательств, которые тоже нашли свое отражение. Законопроект рассматривался на комитете с участием председателя комитета по бюджету. Единогласно был поддержан. И вот мы просим вас обратить на это внимание. Если вы примете это решение, то это нам даст право сегодня, но и откровенно тогда во второй половине дня следующего года, если все сложится, финансово обеспечить, в том числе выплаты заработной платы, работа до коронавируса. Спасибо.